доброго времени суток дорогие друзья я вас очень рада приветствовать на своем канале вот сегодня день какой-то не такой как не все так получается вот в жизни как запланируешь вот сегодня мы всей семьей очень хотели хотели попить чаек в беседочке вместе с вами попить песни по разговаривать но не получилось вот не получилось реально почему сегодня проблемы возникли с ноутбуком внуку на день рождения подарили ноутбук хотел игровой ноутбук и значит ему купили вот этот ноутбук и все значит вроде как нормально вот что-то там где-то там не пошло что-то там но в общем-то мы в нем плохо соображаем и нет не получается сын старше у меня он занимается установками ремонтом вот этим всем но и вот пришлось ехать туда в текеле он в текелях живет семьей пришлось ехать в текеле значит вот там там про были долго но во всем свои плюсы есть зато повидались внуками хотя вчера я видела внучку но вот настолько рада была сегодня видеть ее снова девчонка золотая вот настолько была рада я ее видеть и вот знаете действительно за это можно много вот отдать что не успела увидеть бежит ручонки растаяла бежит коричит бабушка вот настолько это приятно что вот ребенок тебе рад рад тому что ты приехал ну и вот пока сын там занимался с ними с этим с компьютером да все мы значит я с внуками это самое пообщалась олечка соответственно с племянниками ну и глебушка там а как меня тронуло как вот глебушка встретились соленкой вчера виделись все я вчера рассказывал как они до этого вот ругались постоянно общего ничего у них не было вот ну никак а вот который раз они вот так вот вот настолько мирно да а сегодня вообще он говорит мы едем к аленке я говорю ну да надо чтобы дядя вова нам значит компьютер-то отремонтировал отремонтировал ноутбук ну и встретились они он заходит туда значит во двор они живут в частном доме заходит и аленка к нему летит он аленка она глебушка как они обнялись вот я была в шоке говорю ну надо же ну то есть вот так вот и вот там про были долго а потом в текелях вот вечная проблема с водой у них из крана вечно бежит вода вот мне кажется у нас в рыках намного чище если нашу орычную воду взять вот талды курганскую да это будет считаться дистиллированная вода как у тех как у в текелях из крана бежит жидкая грязь бежит это вообще кошмар какой-то и вот они все значит есть ездят какому-то там какая-то короче вода скважину пробили там водичка значит течет что за водичка не знаю но она чистенькая водичка родникова не родникова не знаю но из трубы короче из какой-то течет и вот там значит постоянной очереди постоянно люди набирают пошли по столько этих жбанов и вообще не понимаю вот этого правда ну и мы приехали помогли сыну загрузили олечка с сыном там флягу да вот эти пятилитровые бутылки эти поехали набрали воды мы теперь на какое-то время хватит потому что пить такую воду это вот смысле грязную это вообще я вообще не представляю как можно ну вот а потом какое-то время мы жили в текелях когда вот олечка окончила значит у меня взять учился в духовной семинарии и олечка после школы поступила туда же только ну как там там учат девочки учатся там короче как перчи на клиросе петь вот в храме и вот она там отучилась тоже вот и после этого когда вот она отучилась все она какое-то время поработала когда она там училась она работала в алмате подрабатывала в типографиях там 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 и вот ей очень понравилась вот эта полиграфия вот печать вот это значит короче работа с бумагой и она приехала когда вернулась толды курган она пошла курсы там заканчивала да то да все но очень короче получилось на эту тему да и вот решила открыть свое дело и вот таким образом мы попали в текеле вот эти келях вот она уже с зятем они саши вот они встретились и вот там они значит и поженились и обвинчались и вот стали жить и какое-то время получилось так что когда зятя рукоположили в освященнике да и его определили в талды кургане чтобы он служил а у нас талды кургане была квартира и вот он жил в талды кургане в нашей квартире да а у него в свою очередь в текелях была своя квартира точно такая же двухкомнатная так вот так как у олечки там было вот это свое дело да так вот мы жили там в его квартире ну вот как то так они какое-то время жили по вросе вот и вот я что хочу сказать мы в текелях сколько-то лет там прожили однако года два или три наверное мы там пожили в текелях хороший городок он маленький такой компактный городок и как-то не знаю люди там добрые ну мне нравилось текелях как-то там все друг друга знают мы когда только приехали туда мы там явно были чужаками вот вот хоть куда заходишь магазин или куда и его обязательно спрашивают приезжие они так все чужаков вычисляют вот так вот с полбрыга вычисляют что это вы приезжие они там все 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 друг друга знают и в принципе они всех друг другу какие-то там родственники вот интересные вот начинаешь вот когда вот работали вот заходит кто-нибудь а там вот а это вот то да а вот это вот значит сват вот этого кума вот этого брата вот этого и пошло дело они вот цепляются 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 за вот это родство и получаются они там я всегда олечке потом сижу смеюсь говорю слушай они здесь все ранее но тем не менее люди там очень добрые очень такие вот отзывчивые как-то ну не приходилось нам там сталкиваться с какой-то там агрессии или или с чем-то вот с таким вот вот с негативом с каким-то как-то текеля этот городок нас принял очень хорошо поэтому мы как-то туда когда а потом там живут так живут там взять его родители поэтому у нас там сын у меня женился сноха у нас текилийская коренная текилика поэтому и сын изъявил желание переехать из талды кургана в текили так как супруга его не захотела ехать в талды курган поэтому они осели в текелях сейчас приобрели там дом значит и живут там и поэтому как-то текили мы вроде оттуда мы уехали чтобы потом уже когда мы там прожили какое-то время и значит потом уже взять начал я так больше жить не могу ну что это такое я на воскресенье когда у него выходные выпадают значит он на выходные приезжает туда и потом опять уезжает на неделю в талды курган а мы там текили а будут но что это за жизнь и потом мы уже не значит стеклях машину квартиру продали купили машину и стала уже мы стали солечка ездить на работу в текили просто ну тем не менее стеклями у нас очень много связано и очень много и воспоминаний всего поэтому когда едешь туда и как-то ну как-то интересно там что ли кстати вот вчера его мне показала букет вот настолько он красиво сватье вчера взять его мама привезла это значит ну я не знаю нас всех она наверно или глебушки это она ну короче нам привезла вот этот букет вот она человек вообще вот она романтик она вот любит вот собирать вот такие вот букеты из разных цветов вот чтобы полевые цветы очень любит вот она если идет на дачу или с дачи они живут там благоустроенной квартире текеля на дачу или с дачи она может по пути пособирать какие-то цветочки смотрит что когда к ней приезжаешь у нее значит вазе могут стоять просто полевые цветы это очень красиво то направо вот она романтика на собирает какие-то цветы это красиво и вот этот букет вот просто обалденный я не могла его вам не показать вот он настолько яркий настолько красивый настолько там много вот этих вот различных цветов вот этих это очень красиво и вот мы сегодня пробыли в текелях пока приехали домой а вчера так как у нас были гости значит а детки-то с улицы все ждут обязательно ждут что они привыкли уже что тетя оля будет угощать потому что у глебушки день рождения и даже если мы допустим не отмечаем для детей то она обязательно им значит торт там кока-колу или сок там ну что вот вот такой вот то есть я и еще раз должна была что-то испечь и так как мы провозились я сегодня планировала испечь думаю и деток надо угостить вечером нет не получилось мы приехали из текелей уже ну как-то поздновато и надо как-то украсить все это давай на завтра ну давай и вот приехали они с гребушкой собрались и пошли значит переулок за ворота там уже детворы полным полно но я начала значит печь начала и испекла уже нужное количество капкейки испекла но украшать уже буду завтра тем более что это завтрак вечера надо только я сегодня вот их выпекла пока не гуляли завтра как раз они сейчас остынут как-то они должны постоять так сказать созреть да вот и завтра я их уже украшу и она угостить где угостить деток а они сегодня она выходит на улицу и они уже все собрались полным составом иногда вот вечером они не все приходят там бывает ну 5-6 человек пришли сегодня полный состав человек 10 или 12 пришли потому что знаю что тетя оля сегодня будет угощать но вот не получилось ну завтра я очень люблю угощать деток тут правда не знаю почему мне очень приятно угощать и вообще всех люблю угощает мы где так вот особенно почему-то мне вот это настолько настолько вот они где-то все хорошие не как-то вот с такой благодарностью всегда смотрят это не такие сладкоежки в этот все так нравится и так приятно смотреть как они вот это вот все уплетают, они по-детски такие наивные, непосредственные, они не скрывают ничего. Они вот даже, Олечка, когда им выносит что-то, вот я очень часто такое делаю, что вот из пиху торт говорю, Олечка, вынеси, порежем кусочками, вынеси. Они его растрепят, вот буквально за 5 минут, быстренько разнесут этот тортик. Ну и она им говорит, это моя мама сделала. И бывает иногда, что я что-то, ну что-то мне надо, за ворота выйду, не поверите, разгоняются, и вот кидаются, обниматься. Ой, спасибо вам большое, вот просто интересные такие, молодцы вообще. Вот. И сегодня вот это все не получилось. А мы еще когда ехали в Текеле, почему-то рассчитывали, что думаем, да мы быстро сейчас управимся, да и все. И вечерком, мне еще Олечка говорит, а давай вечерком в беседочке посидим, попьем чаек, попоем, поговорим, значит, это, и прямо классно получится. Говорю, да-да-да, хорошая идея. Ну и вот так и запланировали. Ну, вот загадный, живет богат, как моя бабушка говорила. Вот и все, и не получилось сегодня, завтра, скорее всего. Да и потом надо уже сегодня с утра, когда вот встали, все, я еще Олечке говорю, давай до обеда, пока вот там цветочки у нас есть на территории, они вот как-то часов до двух или до трех, вот красиво цветут, все, а потом как-то прикрываются к вечеру. Вот, я говорю, давай пока цветочки цветут, давай территорию вот эту вот снимем, запишем видео и покажем. Она говорит, давай. И вот тут началась вот эта недель с вот этим ноутбуком. Вот, правда, меня как-то вот выбивает из равновесия, когда вот что-то запланируешь, и хоп, все, оно не получилось, и оно совсем все идет по-другому. Ну и вот, я там хотела вам сегодня, думаю, надо же курятник показать. Вот у нас курятник, я вам скажу, вот вот не курятник, а ой-ой-ой. Его тоже делал, взять сам. Очень долго у него эти вот, мы ему как сказали, курятник как таковой, нам не нужен вот обыкновенный вот как курятник стоит, такой сарай, знаете, ему Олечка говорит, нам нужен курятник, чтобы он стоял вот как изюминка какая-то вот, вот чтобы это было красиво. И он такой нам домик сделал, деревянный, вот там такое вот очень красиво сделал. Он очень долго его делал. Начал он, по-моему, еще до Нового года или сразу после Нового года его делал, где-то вот несколько лет назад. И делал он его месяца 4 или 5. Он пока вот это вот, пока вот он вот это сделал, чертежи, пока вот это все рассчитал, он настолько вот это все скруплезно делает вообще, но получилось чудо-чудное и диво-дивное. Это очень красиво. Я вам покажу. Там все сделало так, что в курятник практически не надо заходить. Там с этой стороны отодвинул корма, насыпал с этой стороны, открыл яйцо, достал. С этой стороны все это вот сделано вот так вот. Покажу обязательно. Понравится вам. Ну вот. Вот из животных мы держим вот таких вот, в смысле, только вот этих вот куреет. Но там они, этот курятничек, он очень маленький, он рассчитан, действительно он стоит для красоты, и он рассчитан там, ну на 10-12 курочек, чтобы чисто для яиц и все. Вот. Дома домашнее животное. Мне вот очень, например, интересно знать, вы каких-нибудь животных любите? У нас в семье страшно любим мы животных. Страшно любим животных. Кошки, собаки, это... Ну вот, вот это вот так вот. Как-то я в детстве такая была. Мне всем было жалко. Мне всем было жалко. Я всех кривых, косых, слепых, я всех тащила домой. И мне всегда мама меня как-то ругала. И всегда говорят, куда ты их столько? У нас уже полный двор этих каких-то хромых кошек, где ты их находишь. Мне их жалко. Животное, оно очень сильно зависит от человека. Я вот не понимаю, когда вот вдруг ни с того, ни с сего раз и выгнали животное. Ну нельзя так. Это живое существо. И оно имеет право на жизнь, на существование. Ну не знаю, как-то так, мое такое мнение. У нас вот в доме, например, живут три кошки. Ну как в доме? Они на улице в основном гуляют. Ну и в дом они заходят. И если у них есть такое желание, они ночуют. Пожалуйста. Зимой они в доме, потому что холодно. А сейчас они по всей территории. Вот. Вот три кошки. Вот мы не хотели брать каких-то породистых. Вначале у дочки было такое желание. А давай возьмем там бислоуху и там такую-такую. А потом говорит, мам, нет. Давай просто осчастливим, как в кухне каких-нибудь брошенок придут каких-нибудь. Вот понимаешь, их столько, что... И вот так получилось, что одна, значит, кошка... Вот к котенкам пришла сама. Ага. Вот пришла сама. И Олечка, помню, с детворой на улице там занималась. И приходит и говорит, мама, ты посмотри, какой котенок к нам прибился. Вот посмотри. Я говорю, ой, Оль, прекрати ты. Ага. Она говорит, о, мама, ну ты посмотри, какой котенок. Вот посмотри, какой красивый. Ну, вышли, посмотрели мы с Сашей. Ну, действительно красивый котенок. Ну, потом мы смотрим в ее глаза и говорим, ну, давай так, на заднем дворе. Вот на заднем дворе, давай его будем там кормить. Все. И не больше. Она говорит, хорошо. Но она же знает, что это первый шаг к его спасению котенка. Мы смотрим, кошечка, назвали Масяней. Ну, и вот эта Масяня у нас жила, наверное, с неделю на заднем дворе. А потом, знаете, так вот она смело в дом зашла, легла и сказала, вот она я, и я этим все сказала, я жить буду в доме. Все. И она больше не вышла из дома. Потом, значит, нам звонит одна знакомая из стекелей, опять же, и говорит, Оль, вам не нужен котенок, она говорит. А что такое? Она говорит, да у нас дикая кошка, где-то там под шифериной, под какой-то, что ли, окатилась, никого не подняла, никому в руки не дается, и никого не подпускает, ничего. Я чувствую, они, говорит, сдохнут. Она вот, говорит, пока убежала куда-то на добычу, что ли, мы заглянули, там четверо или пятеро котят. А у меня всю жизнь, как-то вот, я всю жизнь хотела рыжего кота. Ну, вот, и Олечка сразу спрашивает, рыжий есть? Она говорит, есть? Вот сейчас приняли. И понесло же нас вот туда, в текере. Ой, она говорит, давай мы за это время пока его вытащим оттуда, да отмоем. И вот мы его, когда приехали, взяли, он еще, конечно, глазки были открыты, но такой манюня был. И вот такой зачуханный был, мамочка моя родная. Вот настолько он был. Ну, и она говорит, вы знаете, та женщина, которая нам отдавала его, она говорит, вы его же не довезете. Он действительно, он такой вот полудохлый. Мы думали, мы его действительно не довезем. Вот. И мы его привезли, значит, домой, и в коробочку его. Ой. А Оля сейчас и смеется. Ничего, говорит, двухлитровую банку концентрированную, пульончика выпил и очухался. И он пошел, пошел, пошел расти. Вот этот, Алексом назвали мы его. Пошел, пошел, и такой котяра вырос здоровый. Нормально. А потом, третья кошка. И вот, значит, Алекс это мой. Вот он за мной гоняется, мой кошак. Ага. Масяня, она Олечкина, и Глебушкина, очень она их любит, все. А у зятя был кот, значит, это, он у нас прожил 17 лет, и просто от старости уже умер. Вот, Жорик. И он так за ним переживал, вот настолько он не может, он его забыть, и переживал за ним, и хоронил он его, и все, и вот он прямо, ну, вообще страдал за ним. И потом говорит, вот почему у вас у всех есть коты, а у меня, значит, нету, я теперь вот, ну, вот так вот получается, что без животного. И тут получилось так, что Глебушка нам говорит, поехали мы в магазин, Глебушка нам говорит, купите вот этот киндер. И мы в один магазин заехали, а там его нет. Я выхожу, его уже там купили, что надо, сажусь в машину, говорю, Оля, представляешь, а киндера сюрпризов здесь нет. Она говорит, да вон магазин следующий, пойдем, поехали, проедем туда, докупим. Ну, поехали, мы в тот магазин вообще никогда не заезжали. А тут, значит, подъезжаем к магазину, и она мне говорит, мам, посмотри, на входе, значит, около дверей стоит кошечка на задней, ну, котенок стоит, не знаю, там, мы еще не знали, кошечка или кот там это, на задних лапках стоит. И вот, знаете, кто заходит в магазин, и она так слабый, голос подает, на задних лапках, передние у нее, вот так, и она как милость, и не просит. Это вообще такое было, я, я никогда такого не видела. И люди ее, кто отпихнет, а она опять, ну, вот, вот правда, если бы я не увидела своими глазами, я бы этого, вот, не поверила бы в это. Вот реально стоит, сидит она на задних лапках, вот, столбиком, и вот передние лапки вот так, и она каждому заглядывает, кто заходит, каждому ходячему, у меня вот это вот просит. А красивая, пятнистая такая, красивая, нос какой-то черный, еще и глаза какие-то косые, ну, в общем, вот настолько чудная кошка. И я пошла за киндером, я дошла до двери, я взяла ее в руки, принесла в машину и подаю дочке. Она говорит, то есть ты все решила? Я говорю, то есть я все решила, что ее привьет здесь кто-нибудь или дверями задавит, или еще что-нибудь. И в общем, мы ее привезли домой, привезли домой, и Олечка Саше говорит, вот это будет твоя. И она действительно стала его кошкой. Эта кошка назвали бы, как Оля вначале, мушка, мушка, да какая она тебе мушка, она муха, она попала в хорошие условия, она настолько приставучая стала, действительно, вот как муха вот навязчивая. Но однако она очень зятя полюбила, и вот она его кошка. И вот получилось теперь у нас у каждого своя кошка. Вот живут три кошки. И еще у нас в доме жил той терьерчик, маленькая собачка, полтора килограмма. Мартин звали, мы его все время Мартин, потом получилось Мартюха, потом Тюха, Тюха, так он и был у нас Тюха. И прожил он у нас вот 15 лет. Обычно эти собачки, они очень нервные, психованные такие, и живут они не более 10 лет. Этот 15 лет прожил у нас. И вот он, это был чисто мой собачонок. Он за мной, вот по пятам ходил. Он ко мне никого не подпускал. И он был только в моей спальне. Вот если Олечка заходит вечером в мою спальню, чтобы пожелать мне спокойной ночи, поцеловать меня, он не даст ей этого сделать. Он не даст, он на него кидается, не подходи. Вот настолько был мой собачонок, и там полтора килограмма, там смотреть не на что, настолько маленький. Но мы его очень любили, этого Тюха. И вот через 15 лет вот он умер. И прошло уже вот, допустим, полгода после того, как вот он умер, я не могу его забыть. И все, ну не могу я его забыть. Мне его жалко, и все. И вот я как вспомню, так у меня слезы на глазах, мне его жалко. И потом Олечка с зятем поговорили, и решили, значит, взять другую маленькую собачку, чтобы вот, значит, ну, не нормально было. И взяли вот эту вот маленькую-маленькую девчонку, Чихуаку, а порода она в отличие от Мартина, той керьеры, они нервные, они психованные. Вот просто так мимо него проходишь, он у тебя на штани не повесится обязательно. Вот психованная они. А это наоборот, она настолько ласковая девчонка, вот ей еще, ну, скоро ей будет уже год, Моника, ну, настолько хорошая девчонка, я покажу вам ее фотографию, как она у нас танцует. Я, пока она маленькая была, еще вот по весне, я ей платьишки вязала, пончошки вязала, вот эти жилетики, чтобы гулять-то с ней же холодно, она маленькая, гладкошерстная, вот, а сейчас она из всего этого выросла, но я не вижу, потому что лето жарко, а вот сейчас где-то в конце сентября, в октябре, я опять какое-нибудь платьишко свяжу, какой-нибудь жилетик свяжу, чтобы ей тепленько было, но интересно все равно, и вот она у нас в доме живет, но она маленькая ее и незаметно, она, ну, вот я не знаю, как-то вот мы очень любим животных, вот у нас вечно их полно, но они нам не мешают, с ними как-то хорошо, мне кажется, самое преданное, вот самое преданное, это животное, вот оно, животное, тебя никогда не предаст ничего, и оно тебе всегда, это животное, очень благодарно за то, что ты ухаживаешь за ним, за то, что ты кормишь его, за твою ласку, за твою заботу, оно тебе настолько признательно, это животное, преданно, вот, и, а во дворе у нас две собаки на привязи, одна, значит, лайка, вот, и это красивая собака, лайка, злая, очень такая, бонька, а там на заднем дворе у нас, я даже и кличку ее не буду говорить, потому что мы, когда этот дом купили, бывшие, ну, боньер лет кого-то, на кого-то лает, это, бывшая хозяева, значит, она обыкновенная, дворняжка, все, и бывшая хозяева, значит, нам говорят, ну, а мы вот уезжаем, я говорю, а собачку-то куда эту, они говорят, ну, она вам, если не нужна, давайте мы ее завезем, где-нибудь и бросим, ну, где-нибудь там на, это, как оно, стоянка, машину, вот это вот, платные стоянки, вот эти, давайте мы туда завезем, ну, подумали, ну, как так, она жила столько лет, говорим, а сколько ей лет, ну, уже шесть лет, и она уже, то есть взрослая, ну, как так, вот она верой, правдой служила, вы ее просто-напросто сейчас возьмете и завезете, я так не могу, да ладно, оставляйте ее, и вот так она у нас прижилась, 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 и вот с тех пор она вот у нас, так и живет уже шестой год, она уже довольно-таки взрослая, ну, ее, правда, на цепочку, и она там живет, ей там, там обоим батюшка сделал, это зять сделал, это такие будки сказочные, чтобы это было все-таки красиво, в интерьер вписалось все это, вот, и, ну, Бонька-то она поумнее, она как-то бережет более свою будку, а та уже раздербанила ее всю, и она, ну, что ей там делать, что ей там охранять, она ест и спит, ест и спит, и Оля сейчас, всегда смеется, говорит, мам, ты посмотри вот на нее, она если хочет хвостом повилять, у нее, это, не шевелятся одни только уши, она вся ходуном ходит, вот такая вот, вот, ну, короче, вот такие вот животные, еще я страшно люблю птичек, чтобы они в доме вот были, вот в клеточке, но они у нас не идут, не знаю, вот, наверное, это не наше, и теперь я сказала, не надо нам, мне просто жалко, что они умирают, почему-то, до этого у нас, значит, были амадинки, они так пели красиво, такие птички, в клеточке, вот, ну, они настолько ненавязчивые, что-то там ворпуют, ворпуют между собой, пара была, вот прямо, ну, классные птички, вот просто одна птичка умерла, а вторая уже, а просто от тоски по ней умирает, ну, ладно, думаю, ну, случилось что-то, наверное, заболели, а потом, это, Олечка, говорю, давайте попугайчика волнистого возьмем, его, если одного берешь, его, есть возможность научить его разговаривать, есть такая возможность, если маленького берешь, то можно его научить говорить, давайте возьмем, ну, давайте, мы взяли, и вот он такой, такой вот он шустрый, такой игривый, такой вот, уже как-то стал немножко повторять, что вот ему говоришь, месяца три он вот так у нас, вот, бодрствовал, да, потом Кир, дык нету его, смотрим, утром встаем, верх лапами лежит, что такое, витаминки давали, овощи, фрукты давали, специализированный корм покупали, вообще не пойму, ну, я расстроилась, говорю, что такое, вот в чем дело, да, но Оля говорит, мам, ну ты не переживай, давай купим, ладно, мы поехали, еще одного взяли, вот та же самая картина, вот та же самая картина, вот, наверное, это не наша, вот домашняя птичка, вот в клеточке, это не наша, и потом Олечка мне говорит, мам, ну что ты так расстраиваешься, давай купим еще одну, нет, 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 хватит, пусть они живут, пусть они, может, у кого-то она выжила, эта птичка, у нас вот получилось так, я, главное, каждое утро встаю, я встаю очень рано, и каждое утро, пока, значит, все еще спят, я эту клетку беру, кошаков всех на улицу, потому что охотники редчайшие, да, и я ее, эту клетку выношу, я в клеточке все убираю, все у нее, каждый день у нее порядок навожу, свежая водичка, свежий корм, вот что ей надо, понятия не имею, что месяца 3-4, и птички нет, не знаю, и потом я просто сейчас уже, мне даже не хочется брать, потому что мне просто жалко, что она опять сдохнет, правда жалко, вот так вот, вы любите животных или нет, мне правда интересно, или только одни вот такие забороченные, но вот этих животных, иногда подумаю, я говорю, у нас целый кошачий собачий двор, у нас считает две кошки, кот это три кошака, и получается три собаки, вообще кошмар, ну, вот этот раз, вот как было у нас, интересно, Олечка повезла Глебушку на английский, на дополнительное занятие, вот недавно это было, и пока, значит, он этот час занимается, она просто по центру прогуляться пошла, там дошла до школы Ломоносов, все звонит мне, у нее уже слезки на глазах, все, я говорю, что случилось, она говорит, мам, я нашла щенка, где ты его искала, я ничего не понимаю, почему никто не находит, только мы находим их, она говорит, мам, ты понимаешь, я прохожу, а он лежит, у него сил нет, я остановилась просто посмотреть, что за щенок, он приподнялся, дошел до меня, мне на ноги упал, и больше он не встал, у него сил нет, мам, как я его брошу, он на моих ногах лежит, мам, как я, у ребенка слезы на глазах, я говорю, ну, как ты его бросишь, забирай, неси в машину, привози домой, ну, что делать, и мы, привезла она его, ну, конечно, его там, и блохи съедали, и как начали его купать, с него просто, вот просто-напросто бежит с этой девчонки чистая кровь, потому что ее блохи доедали уже все, и вот это мы ее отмыли, все отсушили, давай, значит, это кормить, она их голодная, она тощая, там вот просто кости, кожа, и вся вот эта, миллион блок по ней, ага, и мы ее ветлечебницу уже, когда промыли ее от всего этого, блок удалили, все, ага, ветлечебницу, она говорит, ну, что здесь просто сильное обезвоживание, истощение, она бы, если бы ее не подавали, она бы просто погибла, и вот она и уколчик сделала, витаминчик там, то да сё, что вы, давайте откармливайте еще, вот, то есть вот так вот, вот нам всегда что-то вот такое попадало, попадается вечно, ну вот куда-то вот так вот, поэтому мне очень интересно, мы одни такие, или кто-то все-таки из вас любит животных, держит животных, и какое отношение к животным, вот это правда мне очень, очень интересно, интересно, ну вот, вот, я уже боюсь планировать, если честно говорить, ну, Бог даст, все нормально, все-таки, завтра мы, наверное, либо мы по территории походим, либо мы вечером чаек попьем, все-таки, беседочки, вы что хотите больше, по территории, когулять, или чаек, беседочки попить, и песенки попить, что бы вы хотели, вы мне пишите, вот, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, мне очень это, мне безразлично, это правда, мне очень приятно с вами общаться, вот, поэтому я вам всем желаю здоровья, мира в душе, любви, всем спокойствия, вот, чтобы у вас все, у всех было хорошо, всего вам доброго, светлого, человечного, до завтра.